Что это за опоры освещения? Мы видим здесь, что вынесен провод, причем валяется просто. Эту загадку опасно или нет, каждый день приходится решать хозяевам машин. На кону возможность забрать автомобиль без последствий для здоровья. А ведь при этом платят, и немало, за такие вот опасные услуги – 130 рублей в сутки. А вы кого-то можете пригласить? С кем-то есть какая-то связь, с кем можно пообщаться на эту тему? Нет, нет. Итак, по словам инспектора, уже несколько лет кто хозяин платной стоянки неизвестно, а значит и спросить нескольких. Глава городской общественной палаты уверен, найти можно, главное места знать. Во-первых, сейчас все территории распределены между предприятиями, между собственниками, между управляющими компаниями. Соответственно, все эти территории будут просмотрены нашей соответствующей комиссией по благоустройству. А тут рекомендации не помогут. Деревья нужно спасать и срочно. Их не просто засыпали строительным мусором, растения, по сути, забетонировали. Деревья погибнут. Их просто засыпали асфальтовой крошкой. Доступа влаги нет. А там должен быть грунт. Когда горе хозяев найдут, им придется заплатить штраф не меньше 50 тысяч рублей. То, что их точно разыщут, общественники не сомневаются. Обещают поговорить об этом на ближайшем заседании палаты. Заплатить налог на землю организации теперь могут в течение месяца. Раньше плату брали всего один день. Подать декларацию они обязаны до 1 февраля, а платежи внести не позднее 5 марта. Риотовские депутаты внесли изменения в решение, принятое на местном уровне 10 лет назад, после обновления федерального закона. Для граждан другие сроки. Им нужно внести налоговые платежи до 1 октября. При этом в Совете уточнили, ставка налога остается прежней. По стрелке ездят 13 тысяч горожан. 9 тысяч из них карту купили в Риотове. Как сообщает сайт городской администрации, всего в месяц Риотовщане пользуются автобусами не меньше 300 тысяч раз. При этом каждая четвертая поездка по стрелке. Напомню, уже больше 9 месяцев Риотов обслуживает подмосковный перевозчик. Транспортные карты действуют с 1 февраля. Они именные. Пополнить можно по интернету, через приложение и счета в банках. Больше ста человек решили стать донорами. В общей сложности они сдали около 50 литров крови. Специалисты областной станции переливания работали в Риотове два дня. Ежедневно идет заготовка крови и в выездных условиях, и в стационарах, в государственных станциях, не областных. Там, допустим, Воскресенск, Подольск и так далее. Но и в отделениях переливания крови тоже некоторые так работают. Поэтому, благодаря тому, что эта сеть существует и работает ежедневно, доноров привлекают, люди сдают кровь, нам в Московской области удается обеспечивать всех нуждающихся компонентами крови. Кровь сдали полицейские, медики, педагоги, просто неравнодушные жители Риотова. Процедура безвозмездная. После обработки компоненты поступят в клиники региона, прежде всего в хирургию и ожоговые центры. Метр за метром. Каждый из 400 Лидия Павловна успела изучить наизусть. Когда-то, говорит, были ровненькие, как стекло. Сейчас яма на яме. А не так давно часть трассы вообще пропала. Вернуть дорожку на место просил глава Риотова. Строители поручение выполнили. Сделали, но не очень хорошую дорожку. А вокруг, посмотрите, какие. Вот яма. Можно, не знаешь, там она провалится или нет. Видите? Вот. Дальше там, посмотрите, дорожки очень плохие. Десять лет мы вот здесь ходим. С началом реконструкции стадиона легкоатлетов меньше не стало. Они видят, что рядом масштабная стройка и ждут завершения работ. Но бегать хотят уже сегодня. Дорожку ковровую нормальную, рекортан, тартан, как положено. Нет. Сколько лет уже говорили. Уже с кому-то к ней говорили, писали. Так и не сделали. К сожалению, нет у нас стадиона хорошего легкоатлетического. А пока нет места для занятий легкой атлетикой, осваивают другие части стадиона. На этом газоне, например, вообще появилась так называемая народная тропа. Безусловно, с риотовскими спортсменами не поспоришь. Качество беговых дорожек оставляет желать лучшего. Но надежда есть. После того, как строители закончат возводить бассейн, и они возьмутся за реконструкцию нижнего поля и беговых дорожек. Сделать это должны уже в следующем году. Согласно прогнозам, днем будет пасмурно и плюс 4, вечером до двух мороза. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.